Экономика всюду и самое интересное в ней то, что касается наших с вами кошельков. Здравствуйте. Правительство до конца года объявило мораторий на применение неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств под договором долевого участия. Разбираемся, для кого в этом решении больше плюсов. Самый очевидный плюс для застройщика. Как было, если застройщик задерживает сдачу дома, дольщик может взыскать с него неустойку за задержку сроков в размере 1,5 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. Как стало, если застройщик нарушит условия договора долевого участия, неустойку начислять не будут, как и не будут применять к такому застройщику иные меры ответственности, например, взыскивать убытки. Не внесут его и в реестр проблемных домов, а значит, надзорные органы не будут применять никаких мер в отношении застройщика, а могли и вплоть до лишения лицензии. Важное в сроках. Если просрочка возникла после 29 марта этого года и продлится до 31 декабря 2022, тогда моратория работает. То есть, если квартиру вам должны передать вот в этих границах с марта по декабрь, но не передадут, никаких денег застройщика за то, что он нарушил сроки, вы не получите. Такой же сценарий, если застройщик нарушил сроки передачи дома до 29 марта, и вы подали на него в суд, выиграли, и у вас даже исполнительный лист на руках. Деньги не получится взыскать до января 2023 года. Опять плюс для застройщика. Введенном правительством моратории есть плюс и для дольщика. Если вы купили квартиру в рассрочку, то по всем просрочкам платежей после 29 марта этого года застройщик тоже не сможет взыскать с вас неустойку даже по пеням. Разумеется, это не касается платежей по кредитным договорам, потому что такие договоры заключаются с банками, а моратории работают только в отношении застройщиков. Но у застройщика еще есть право расторгнуть договор долевого участия, если дольщик нарушает условия оплаты. По информации единого ресурса застройщиков на 1 апреля по объемам текущего строительства в крае лидирует фонд жилищного строительства с переносом сроков по некоторым объектам на 4 месяца. Без переносов группа компаний «Дадевелопмент» и управление инвестиционных программ города Хабаровска. Экономика всюду. Следим за новостями.